Подавництво мемориального комплекса у вёсцы Алла Светлогорского района уступая в завершальную фазу. Помник с паленым вёском плануется открыть на початку наступного месяца. Сегодня у Алепы побывали наши корреспонденты. По документах вёска Алла ведома из 1795 года. Её название утворилось от названия мясовой ручки – притока Березины. Первое, на что звертаю увагу кожных, кто ждёт трапеть у этой окруженной лесом мясциной – укладка асфальтового покрытия на дорозе, якая звязывая Аллу с трасой Жлобин-Светлогорск. Проехать тут можно было и ранее, але не на каждой машине и только у сухой надворья. Непосредственно на территории самой былой вёске зараз працую каля 80 супрацовников Гомельского домобудовничного комбината. Одначасово с завершением монтажу железобетонных конструкций я не веду тихо-працовку и офарбовку. До речи, огульная вага, вырабленных на комбинате бетонных конструкций, склала каля тысячи тонн. По сутности, мемориал у Алле – это память об усих мирных жыхарах, які загинули подчас Великой Айчынной. Непосредственно у этой вёсцы 14-го студеня 1944 года карники расстраляли и спалили 1758 человек. У тым лику – 950 дятей. У той день тут хавалися жыхары некальких вёсок сучасных Светлогорскага и Жлобинского районов. У их память некальких годов тому мясцовые жыхары усталевали крыш на место спаленной хаты. У 2011-м при проведении пошуковых работ тут были знайдены рештки побудовы и сгоревшие останки человека. Теперь дорослые приносят сюды вянки, а дети – свои цацки. Тема захования исторической памяти и правды не страчивает актуальности. Тема военная актуальна всегда. Главное, чтобы общество сознательно относилось к этой теме, чтобы мы не забывали об этом. Мы не забываем трагедию войны, мы об этом говорим, воплощаем в камне, в мемориале. И, конечно, я думаю, что любой небез различный человек трагедии войны, проезжая мимо по трассе, может остановиться и буквально там повернуть 4 километра и проехать до мемориала. Сегодня на территории комплекса усталевали новый помник, загинувшим при вызволении этой территории 750 червоноармейцам. Его выработали с селу Мину на предприемстве «Литейный двор» у Минской области. Старая скульптура была бетонной. Ее усталевали больше 60 лет тому. За минулый час она пройшла в такий стан, что уже не подлягало ремонту. Еще один немаловажный элемент композиции, измонтированный в центре комплекса – 9-метровый металличный крыш. Его вырабам занимались специалисты домобудовничного комбината. Будем работать все выходные праздничные дни и в первых числах мая объект будет закончен. С 29 числа еще добавим сюда людей для того, чтобы выполнить благоустройство. Это уже финишная работа.